Ну чё, контент попёр. Синжей, небезызвестный человек в моём комьюнити, в частности, и также в комьюнити Трона и Солнайта. У него есть видео, два месяца назад, в котором, собственно, на превьюшке Тром всегда был лучший СК, всегда был, always has been. В общем, видео называется «Почему Солнайт – плохая игра?» И сейчас я буду его разбирать. Сразу же можно сказать, что сравнить игру Солнайт с Троном плохо. Вообще, в принципе, делать оценку плохости или хорошести какой-либо игры относительно других нельзя. Это можно делать как оценку разницы, но это ни в коем случае не должно быть суждением, не должно быть утверждением, что, типа, вот GTA 4 хуже GTA 5, потому что в GTA 5 графика лучше. Они обе хорошие игры. В общем, это то, что я сейчас сказал. Это снова то же самое утверждение, что нельзя судить игру, потому что другая игра там как-то по-другому себя показывает. Нужно смотреть именно на саму игру в целом. И видео называется «Солнайт». Из первых кадров у нас тут «Трон». Сразу же вызывает какое-то это самое непонятки. Типа, уже оценка необъективная, уже опираясь на «Трон». То есть, ну, количество дизлайгов говорит за мной за себя. Давайте послушаем. Всем привет, с вами Синжей. Я немножко ускорю, чтобы сэкономить ваше время. Очень популярный мобильный рогалик под названием «Солнайт». Одно из наших любимых игр на «Клирфрон». Этот рогалик был популярен года 3-4 назад. Сейчас о нем все еще знают, о нем все еще играют, но не такое большое количество человека, как раньше. Почему я хочу сравнить с «Солнайт» и мне с «Троном»? Ну, потому что все-таки «Трон» и «Антрезы Ганжи» на две игры, которые как раз и породили себя «Солнайт». На основе... То есть, «Солнайт» был вдохновлен, собственно, играми «Ноклирфтрон» и «Антрезы Ганжи». Хорошо. Пока что никаких утверждений не поступало. То есть, это вполне обычное дело, что одни игры основываются на опыте других игр, которых разработчики делали свою игру. И в этом сравнении я хочу доказать, что «Солнайт» является плохой игрой, и что лучше в нее не играть. Хорошо. Сравнение с «Троном» должно показать нам, что «Солнайт» плохая игра, и в нее лучше не играть. Вот это вот надо запомнить. То, что мы увидим у «Трона», должно нам дать понять, что «Солнайт» плохая игра, и в нее не надо играть. Но найдутся люди, которые будут говорить, что им играть, в принципе, не важно, что им играть в рогалики. Ну, специально для вас существует достаточно много хороших мобильных рогаликов, «Дедселс». А с каких пор «Дедселс» есть мобильный рогалик? Я не считаю «Дедселс» мобильным рогаликом. Это мультиплатформенный рогалик. Ну, то есть, да, он может играться на телефон, но вместе с этим можно и «Айзека» включить на телефон, он есть на телефонах, можно и «Трон» включить на телефоны, он есть на телефонах. Видео достаточно поздно вышло, то есть два месяца назад, то есть в тот момент, когда уже мобильный «Нуклестрон» существовал. Так что, да, я не вижу причин сравнивать его с мультиплатформенными рогаликами. «Пиксель Данжен», ну, кто-то. «Пиксель Данжен» я наслышан, что это игра, пусть и «Роглайк», не «Роглайт», а «Роглайк», пошаговая. Она передает все вот эти вот классические механики пошаговости. Она обладает другим геймплеем. Это как бы, ну, «Рог», «Роглайк», но она не рогалик, она в другом плане развивалась. То есть, если смотреть от «Рога», «Рог» ушла, собственно, на «Роглайки», а от «Роглайков» уже на «Роглайты». Это то же самое, что и сравнивают, например, с «Зельду» и «ГТА». Обе игры RPG, но при этом одна — это открытый мир сюжетный с перестрелками и гоночками, а другое — приключения в том же открытом мире, но при этом там всякие квесты с всякими странными чудищами, всякие головоломки, всякие вот эти вот... Опять же, сюжет сквозной. И, как бы, общие черты есть, потому что они обе, собственно, основаны на RPG, но вот тонкости — всё в тонкостях. Как бы, игры все по отдельности разные. И сравнивать, собственно, «Солл Найт» с «Пиксел Данжен» неправильно, потому что это хоть и родственные игры, но они кардинально разные. — Бит пошаговые. Скоро «Слэй Заспайр» выходит. «Слэй Заспайр» — это вообще другая игра. Ну да, ты можешь это причислять к «Рогаликам», но, как я уже сказал, если ты причисляешь «Солл Найт», «Слэй Заспайр», «Дэд Селлс» и «Пиксел Данжен» к одному в жанру игры, то точно так же можно Егора Летова причислять к «Металлике». У них разные жанры. Ну да, это отношения рока. Ну типа всё произошло от рока, но это разные. Разные исполнители. У них разный стиль, разная подача. Нельзя сравнивать. Я сначала сказал, что нельзя судить по сравнению, но теперь сравнения вообще другие жанры затратят. Карточный, пошаговый, собственно, «Слэй Заспайр» он вообще другая игра. Он вообще не похож на обычные «Рогалики». Он точно не похож на «Трон». И он точно не похож на «Солл Найт», который, собственно, у нас и предмет разговора. А из-за того, что он действительно похож на «Солл Найт», они не похожи. Ну, это бы его прямой конкурент «Трон». Но... Конкуренты «Трону»? Какие конкуренты? У них что, битва за налоги? Я не знаю. Какие конкуренты «Трону»? В чем конкурентность игр? Ты поиграл в одну, поиграл в другую. Конкурентность – это вот Xbox и PlayStation. Вот это конкуренты. Потому что они делают игры исключительно для своих платформ, и они заинтересованы в том, чтобы потребитель покупал их консоль, а не их конкурента. Вот конкурентность. А здесь не конкурентность. Здесь просто одна игра отличается от другой. Это не конкурентность. Это другое слово. Это... Как это называется? Состязание, что ли, да? За первенство. То есть это не конкурентство. Спросите. «Трон — это же компьютерная игра. То есть ее нет на телефонах, а я скажу, что есть. Существует практически полноценный порт данной игры, который все еще развивается, все еще обновляется, и контент практически полностью перенесен. Осталось буквально пара ружей и куча багфиксов. Ссылку на него я оставлю в описании, никому не знаю». Короче, цель этого видео продвинуть трон на мобилке. «Антересно будет усредить после этого видео. Раз уж вы решили снять с себя роль говноеда и стать более...» Ну, это уже опущенство какое-то. Роль говноеда. То есть ты пытаешься описать плохие стороны игры, но при этом саму игру не затрагиваешь. При этом уже оказалось, что ты играешь, и значит ты говноед. «Окей, ладно, ладно, хорошо. Я играл и сказано...» «Тиджой говноед». Вот Тиджой, собственно, из-за этого вся эта тема поднялась. «Тиджой говноед». «Хороший и умный человек». «О, а если ты не играешь, ты хороший и умный человек». Ребята, если вы никогда не играли в Soul Knight, вы хороший и умный человек. «Дисклеймер». «В данном видео будет...» «Дисклеймер!» «Минута 47». «Дисклеймер». Чтобы у вас не возникало вопросов про графику, про саундтрек и тому подобное. Спасибо. Разве там саундтрек хороший, разве там графика хорошая? Ладно, неважно. То есть, ладно, убираем саундтрек, убираем графику из игры, и получается, все остальное там плохо. Ладно, логично. «Переходим...» «Тут прикол произошел. Изначально первой темой была атмосфера, но мы решили, что это нахрен не надо. Кто мы? Мы это кто? Я снес, но потом было лень перезаписывать». «Переходим к части контента в игре. Каждое обновление контента все больше и больше, но все-таки качество ему стоит усомниться. Скорее всего, какие-то новые скопированные пушки со...» «Подожди!» «То есть, я не знаю, что такое Soul Knight. Я вижу на фоне трон. Я слышу, что я говноед из-за того, что я поиграю в нее. Я осознал, что я хороший человек, потому что не играю в Soul Knight. И ты мне начинаешь затирать за обновление игры? За то, что там добавляется контент, у которого плохое качество? Мне кажется, или это не то, как нужно описывать плохие стороны игры? Все-таки обновления — это только часть игры, которая влияет на основу игры, а все-таки, ну, как бы нужно все-таки затрагивать какие-то более общие темы. Какие-то минусы-то и у игры должны быть не относящиеся к их обновлению? Я могу просто, например, ввести серию оружия и ПП, на русском называется, там есть оружие одно, которое стреляет просто линии из пулек, затем идет по себе оружие, стреляет двумя линиями из этих пулек, затем оружие просто стреляет большим количеством этих пулек, они просто одинаковые. О боже мой, а в троне здесь есть револьвер, который стреляет пулькой, есть машинган, который стреляет той же самой пулькой почаще, есть райфа, который стреляет тремя пульками, но подсочнее, а есть миниган, который очень часто эти пульки выстреливает, а есть дабл миниган, который стреляет те же самые пульки, но еще больше часто, а есть еще квадро, которая и трипл, которые стреляют теми же самыми пульками, только в три или в четыре линии. А в чем претензия-то? Оружие должно быть похожим, потому что это одинаковый тип оружия Только стоимость отличается и количество выстрелов Чтобы вы понимали, очень много такого подобного оружия в игре есть А в чём проблема-то? Я не вижу в этом проблемы Большинство оригинального интересного оружия, оно уникальное и скорее всего какого-нибудь легендарного уровня, которое просто суперсильное Подожди Ты сравниваешь трон с Soul Knight, говоря, что в Soul Knight большинство оружия типичное, одинаковое, которое особо сильно не отличается И некоторые пушки, ну, суперсильные, редкие Давайте перемонтаем ещё раз Чтобы вы понимали, очень много такого подобного оружия в игре есть Очень много подобного оружия, которое, ну, собственно, похоже друг на друга, хорошо Оригинального интересного оружия Оригинальных интересных оружий мало, да? И скорее всего какого-нибудь легендарного уровня, которое просто суперсильное А чем это отличается от трона? Вот я не знающий, как устроен СК Я подозреваю, что СК очень похоже на трон То есть в троне ты выбираешь своё оружие Ты бегаешь с ним, ты понимаешь, что тебе нужно переходить на более сильный уровень В конце ты выбираешь что-то более ещё сильное, ещё сильнее Там есть более мощные пушки, там ультралопаты, СПК, там УГЛ и так далее И... А в чём проблема? Ну ладно, может быть я не дослушал, давайте послушаем дальше Такого быть чины не должно Такого быть не должно Короче, человек прямым текстом заявляет, что такого быть не должно То есть в троне, то как устроены пушки в троне Одну секунду Вот это система пушек в троне Когда многие пушки друг на друга похожи, но просто на следующий уровень переходят То, что здесь есть редкие пушки, которые более мощные Эта система нахер никому не... Это плохо Вот если вы играете в трон, вы говноед, потому что у вас тут одинаковые пушки Видимо, это так работает Вот это плохо Это плохо, когда много хороших пушек Точнее, мало хороших пушек И есть большинство пушек, которые просто, ну, одинаковые между собой Это плохо, это плохо Большинство персонажей ничем не отличаются друг от друга Ну ладно Если в троне же персонажи, они... О, пошло сравнение, пошло сравнение Свой уникальные пассивные навыки и активные навыки То в солнайке персонажи имеют только пассивные навыки Ну... Но они же все-таки отличаются А чтобы получить хоть какой-то пассивный, уникальный, псевдоуникальный навык Какому-нибудь персонажа, надо его вкачать Но даже за вкачку ты получаешь пер, который может получить любой другой персонаж во время игры Ну, это приводит нам к недостатку Айзека, когда все персонажи, так или иначе, обладают только стартовым хп отличным, у них какой-то предмет стартовый, а в остальном они, ну, когда набирают предметы, вообще ничем не отличаются, кроме, разве что, кипера, лоста там и лейита, разве что, да, что у нее там уникальная механика Ну и, скажете ли вы, что Айзек плохая игра? Я скажу, что нет Неуникальность персонажей, от того, что обилку можно получить за любого из них, не делает игру плохой Это не недостаток И получается, в прокачке до получения коемперка нет смысла только, чтобы усилить персонажа Усиление персонажа не делает его уникальным, в итоге клепается куча примерно одинаковых персонажей, у которых отличаются только циферки и активная способность И чаще всего эта активная способность не такая уж и интересная Такие персонажи можно на коленке кляпать сотни десять А в чем проблема? Ну, персонажей много, они отличаются, ну, а в чем проблема-то? То есть, о, можно кляпать их много И, а, 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 а почему? Это не делает игру плохой? Ну, ладно, большое разнообразие бесполезных персонажей А игра-то почему плохая? Сотни тысяч, это не очень интересно получается То есть, опять же, о качестве контента стоит задуматься Также можно сказать про донатных персонажей, донатные скины Если донатные скины, то понятно, если хочешь прикреплять своего персонажа за платить деньги Это, в принципе, неплохая система монетизации игры, которая ничего не ломает Меня больше пугают донатные персонажи, так как ты буквально закрываешь контент этим донатом Ну, насчет донатов в мобильных играх, это обычное дело Мобильные игры, вообще, любые игры, в первую очередь, делаются ради прибыли А потом уже ради идеи Ну, есть, конечно, исключения, да? Но, в общем и целом, игры, это коммерциализация продукта Вы продаете, собственно, игру, получаете за это деньги Если игра бесплатная, значит, в ней должен быть присутствовать контент Если в игре присутствует донатный контент, то, скорее всего А в особенности на мобилках Скорее всего, этот контент будет давать хоть какое-то, но преимущество Потому что иначе его не будут покупать Это стимул донатить в игру, собственно И так как игра эта у нас одиночная Ну, там есть коп, насколько я знаю То это никак не влияет на баланс Ты можешь играть, собственно Вот как, например, Genshin Impact Ты можешь туда не донатить, наслаждаться игрой в полной мере Но у тебя не будет сильнейших персонажей Тебе это важно? Ну, задонать Тебе это не важно? Ну, наслаждайся игрой дальше То есть ты можешь вполне играть и без осознания того Что там есть какие-то более сильные персонажи Это не делает игру плохой Это делает, собственно, поднимает вопрос того Насколько донат должен быть справедливым Относительно фри-то-плей игроков Но это уже другой разговор Это не касается, в частности, этой игры Это просто то, как мобильные игры устроены И это все-таки достаточно веселый минус Ты можешь поиграть за донатных персонажей с помощью билетов Я не говорю про донатные альтернативные заходы А, то есть ты можешь за донатных персонажей поиграть? То есть без доната у вас есть возможность поиграть за донатных персонажей? Оказывается, что не так уж и все и плохо Налаки, так как с помощью билетов с ними тоже можно играть Но персонажей, которые ты получаешь за билеты, нельзя вкачивать То есть ты должен купить персонажей из реального Ага, понятно. Ну, это уже другой вопрос. То есть, получается, что когда ты покупаешь персонажа за донат полноценного, ты его уже вкачаешь. Не знаю, как там происходит прокачка, потому что Синджей не удосужился ничего рассказать. И взломка — это не выход, так как это незаконно. Так что мы говорим о более легких методах игры в Soul Knight. В троне же всё открывается, в принципе... Трон — уникальная игра. Да. Даже среди рогаликов трон — уникальная игра, потому что я всегда это в пример ставил, что он, независимо от того, сколько вы там играли на файле, вы можете полностью стереть файл и играть в абсолютно ту же игру. В троне вообще ничего не открывается, кроме старта персонажа. Там корона, сами персонажи, бескины и золотая пушка. В течение игры это очень мало влияет. Золотая пушка максимум повлияет на вас, то, что вы стартанёте чуть лучше. А если вы можете её заочить, значит на вас это вообще никак не повлияет. Трон — уникальная в этом плане игра. И сравнивать эту уникальность с одной СК — это плохо. Потому что, если это сравнивать с другими играми, например, там с Dead Cell, с Cross of the Dead Gods, с Сайзиком, с ЕТГ, там везде прогрессивная система. Ты идёшь, ты открываешь, и у тебя больше контента в следующих забегах. Это то, как устроены все остальные рогалики. Трон более аркадный. Он больше как будто для игровых автоматов, когда ты пришёл, ты поиграл, и ты не лишился какого-либо вырезанного контента. И это можно перевести в плюс трона, но это нельзя приводить в минус остальных игр. Просто так, за бесплатно. Но твоими усилениями, но и с другой стороны, это платная игра. Так что тут всё более-менее осознанно. Ну, кстати, в Switch версии она является платной, и скины там и персонажи бесплатные. Но всё-таки Switch версию мы затратить не будем. Ну вот это, кстати, прикольно. То есть, SK есть на Switch, и там игра платная, а скины персонажи бесплатные. Знаете, это раскрывает игру с положительной стороны, я считаю. Теперь поговорим о геймплее. В первую очередь геймплей... Вау! Пять минут видео идёт. Ты обосрал всех игроков в Soul Knight. Ты рассказал про обновление в Soul Knight. Ты описал о том, насколько там несправедливый донат, хотя он вполне-таки справедливый. И внезапно мы переходим к геймплею. Вау! Состоит из ЕТГ. Делаешь всё то же самое. Стреляешь, уклоняешься. Представляете, все шутеры состоят в том, что ты держишь оружие в руках и стреляешь из него. Ты убиваешь врагов. Во всех шутерах ты убиваешь врагов. Это... Это... Как это возможно вообще? Во всех шутерах ты постоянно делаешь то же самое. Безумие какое-то. Блин, все игры одинаковые. Что делать-то, блин? Ладно. Стреляешь, уклоняешься, уезжаешь активку. Вроде бы ничего интересного, так в принципе так оно и есть. Но... Есть еще один небольшой подводный камень, который делает эту игру еще хуже, чем скучный ЕТГ. Так. Это выбор оружия. Придем в том, что в ЕТГ у тебя был выбор. Открывать сундук за ключ или нет. Ты мог сломать сундук, получить тут и хламенка. Хламенок мог помогать. Ты заранее знал, что какой-то дроп у этого сундука будет. Это вообще на пусто... Вот высосанная из пальца претензия. Типа, какая-то второстепенная механика игры Ганжина, где там можно сломать сундук и получить из него там какой-нибудь дроп. Алло. Чё? Это как сравнивать Айзека с троном и говорить, что в Айзеке можно взорвать попрошайку, там есть механика игры с автоматами, а в троне такого нет. А вот в троне только сундук, вот ты либо его открываешь, либо его пропускаешь, чтобы там большой сундук спал. Чё это за претензия вообще? Она вообще ни на чем не основана. В одной игре есть механика, а в другой игре нет механики. То, что ты не можешь там разрушить сундук в Солнайте, они там бесплатные, окей? Там не нужен ключ для них. Там всё проще. Это игра для мобилок. Там нет каких-то второстепенных таких глубоких механик. Это не делает игру плохой, но это играется немножко по-другому всё-таки. ЕТГ в этом плане немножко более размеренное. Там нужно принимать решения, там нужно смотреть за деньгами, там нужно смотреть за расходниками и ключами. То есть плохой, сломал сундук, пошёл дальше. Хороший, открыл сундук, получил хорошее оружие. А в Солнайте же ты открываешь просто все сундуки, так как у тебя нет выбора. И ты берёшь просто два самых сильных оружия. В общем, он два, у тебя лимит на два. Если он трансганжет, ты просто берёшь самые сильные пушки, то здесь ты убираешь только две самые сильные. В троне же твои пушки должны были сочетаться. Одна по мелочи, одна по большим. В Солнайте в этом нет смысла, так как у тебя постоянный автоим. Ты не можешь целиться, ты не можешь выбрать цели. А по боссам надо обычно какое-то то же самое оружие, которое обычно подойдёт для рядовых врагов. А в чём здесь проблема? Ну да, Солнайте немножко более проще. Тут есть автоим. Это вынужденная мера, потому что, ну, эти телефонщики всё-таки не могут управлять по-нормальному персонажем. Там, ну, тонкое управление персонажем должно отсутствовать просто потому, что не у всех есть геймпад. Это, в принципе, ну, вынужденная мера. И игрой-то плохой не делает. Это просто делает её какой-то вот такой вот адаптированной под мобилки. Типа, как это мешает играть? То есть, да никак. Это просто вот фанату трона сложно приспособиться к Солнайту, потому что это разные игры, ё-моё. В этом нет никакой проблемы в автоиме. То, что ты вынужден тем же самым оружием убивать босса, камон, в троне так постоянно происходит. Как у тебя там два оружия, ты их выбираешь, вот самые сильные берёшь, вот как и в Солнайте, да. И, собственно, всё. Ты выбираешь эти оружия и стреляешь ими, и убиваешь врагов этими же оружиями внезапно. А то, что, типа, нужно в троне думать, что как это оружие будут сочетаться, что нужно адаптировать эти оружия к ситуации, к своему билду. А в Солнайте этой глубины геймплея нет, ну... Окей, это, наверное, первая претензия, что глубина подбора оружия в Солнайте отсутствует. Хорошо. Признаю. Можно учитывать. Вот первая справедливая претензия. Так, из-за автоима тебе нет смысла наносить распространённый урон с помощью какого-то оружия. Как это ты делаешь в троне, там, например, с помощью какого-то дабл минигана, там, зону чистишь, а с помощью ультрревольвера там защищаешься условно. Ну, или наоборот. То есть, опять же, у тебя просто оружие, два самых сильных, как и в Entry the Gungeon. То есть, это тоже неправильно. В Gungeon вообще по-другому всём. Там вопрос патронов стоит очень острым, там их постоянно не хватает. Если у тебя оружие не очень хорошее, тебе постоянно нужно ими жонглировать всеми и подбирать. Хотя, в большинстве случаев ты просто используешь самое сильное, действительно. Троение. Ты, если в троне перки нужны, чтобы строить билд, в которой ты будешь идти... Перки в троне не нужны, чтобы строить билд. Врёшь. То в Солнайте же ты получаешь самый последний перк перед финальной локацией. То есть, фактически, ты не собираешь билд, а берёшь самое сильное перк, который помогут тебе в забеге. Тогда у этих перков нет смысла, так как их можно было бы выдавать с самого начала. Типа, вроде бы и сложности... Что? 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 Представьте, вы заходите в трон, получаете 8 мутаций и бегаете с ними. А в чём интерес-то тогда? Ты получаешь перки постепенно, мало-помалу, улучшаешь своего персонажа, свой билд, свой забег. И, как бы, так и должно быть. А в чём проблема-то? Сувеличивается. Ну и вроде бы тебе дают перки. То есть, какое-то оказуаливание странное поздних этапов. В смысле? Какое нахер оказуаливание? Что? Это прогрессивное развитие персонажа. О чём? О чём речь вообще? Ты обилки постоянно получаешь. Конечно! Это РПГ составляющая. Твой персонаж должен становиться сильнее. В троне это мутации, в азике это предметы, в ЕТГ это пассивки и новые пушки, какие-то синергии. А в чём проблема-то? А в чём претензия-то? Я не понимаю. Очень важно сказать про то, что ты тратишь на оружие. Это энергия. Для всех видов патронов она общая. То есть, опять же, ты просто берёшь два самых сильных оружия, так они всё равно тратят одно и то же. В троне ты выбирал оружие разное. Ама-менеджмент в троне это вообще уникальная вещь. Её вообще ни в каком врагалике такого нету. В троне ама-менеджмент настолько влит в геймплей, что его, если ты понимаешь, тебе играть в тысячу раз легче, как только ты начинаешь понимать, как там дропаются патроны аптечки, радиацию, как собирать, ты в этот момент просто преобразовываешься. Ты в этот момент начинаешь понимать, как играть, как игра устроена. Это всё завязано друг на друге. И даже если будет какая-то другая система в другой игре, когда там патроны разного типа и так далее, очень сложно сделать это. И в частности, сложно сделать это для мобильной игры, где там всё максимально просто должно быть. Сделать такую систему с патронами, которая будет работать, от которой будет идти какая-то зависимость в геймплее. Так что в этой части я не вижу никакой проблемы, потому что одинаковые патроны для всех пушек. Это банально, это дешёвый трюк, но это работает. То есть игра Soul Knight, я так понимаю, не об этом, не про ама-менеджмент. Одных типов желательно, чтобы у тебя с патронами всё было бы хорошо, чтобы они бы не резко потратились с одного оружия. И чтобы такое не происходило, ты должен был брать специальные мутации. Soul Knight это же не надо, потому что у тебя всё равно оружие тратит только один тип патронов. В ганже там каждое оружие свои патроны имело. Что делало всё-таки что-то менее казуальное на геймплей, так если бы оружие той самой сильно резко кончилось, тебе пришлось бы играть менее сильными пушками. А здесь, если бы энергия кончилась, то, кажется, ты проиграл, дядя, тебе придётся в мили идти. О боже мой, у тебя кончилась энергия, и у тебя всё плохо после этого. Ммм, это знаете, это напоминает вопросы. А что, не аноми, а что делать, если у меня в троне кончились патроны? Просто рестарт. Умирай. В чём проблема-то? Это не делает игру плохой. Говорим о сложности этой игры. Проблема в том, что лёгкий режим, обычный, слишком простой, и все слова нахер это подмечают. Я с ними абсолютно согласен, так что будем говорить о сложном. Но проблема сложного режима в том, что он сложнее простого только из-за цифр. То есть, врагов больше, враги сильнее, враги носят больше урона. Всё. Ну и больше элиток. Но проблема в том, что игра сама по себе нечестна. И этот сложный режим, в принципе, никак не влияет на основную проблему сложности игры. Главная проблема в сложности игры, это комнаты. Почему комнаты? Сравним их со спаунами в троне. Если в троне ты спаунишься на лупе, и у тебя есть какая-то небольшая защитная стена, где ты там можешь за ней укрываться. Чистим начало этажа. То есть, стрелять, уходить. Да, это проблема, мне понятно. Ты входишь на этаж, и у тебя вливается всё говнище. Это понятно, потому что, собственно, Солнайт зажат в комнаты маленькие. И нужно там что-то уместить такое, что даст тебе ощущение того, что ты кого-то победил. Что ты действительно прошёл комнату. И при этом не сделать так, чтобы не было совсем нечестно, несправедливо. В итоге там я слышал, что нет доджа, как в ЕТГ. В итоге получается, что ты заходишь в комнату, и тебя забрасывают просто со всех сторон. Тебе нужно что-то делать. А... Тут можно сказать, что в Троне это уникальная, опять же, система. Потому что Трон в своём стиле абсолютно уникален. И относительно комнат, всё-таки с Троном сравнивать нельзя ни в коем случае. Просто потому что там генерация этажей тоже вот такая процедурная. Все этажи уникальные. Если смотреть на комнаты, то нужно обращать внимание на то, как они устроены в других оргаликах. То есть именно комнатные оргалики. Это у нас Айзек, это ЕТГ. Ну, самое главное. И там, в том же Айзеке, есть комнаты киллеры. Они есть. Они нечестные. Они разбавляют геймплей скучный. И в ЕТГ, несмотря на её нудность, да, тоже есть такие комнаты киллеры. И они должны быть. Нечестные комнаты должны присутствовать в оргалике. Это именно то, что подогревает твой пукан, заставляет тебя преодолевать эти трудности. Вся суть оргалика в том, что тебе нужно преодолеть рандомность игры и склонить её в свою пользу. И в таких случаях, собственно, в случаях нечестных комнат. Да, это, конечно, очень сыро и плохо. В том же Неон Эбисе, например, у тебя огромный персонаж. У тебя вход в комнату с полтора высоты от персонажа. И в тебя сразу же начинают гасить враги, с которыми ты буквально ничего не можешь сделать. В Солнайте, я не знаю, как там происходит. Но я знаю, что там квадратные комнаты. И ты заходишь в комнату, и ты можешь идти наверх, вниз, может быть налево, вправо. В общем, у тебя есть выбор. У тебя есть куда идти, выбирать какое-то направление своего развития. Как защищать комнату более правильно. Как не нужно этого делать. И в том же Неон Эбисе, который... После которого я понял, что Солнайте не такая уж и плохая игра. Там ты заходишь в комнату, ты ничего не можешь делать. Ты всё, что ты можешь сделать, это просто пройти вперёд. И тебя сразу же давят враги, с которыми ты ничего не можешь делать, если тебе не повяжусь с пушками или пассивками. Там эта проблема очень острая. В Солнайте я не осмеливаюсь сказать. Потому что дорогой Синджей не показывает нам геймплея Солнайте. На протяжении всего видео мы видим геймплей Трона. Это неправильно. Потому что ты ничего просто не можешь сделать с тем говнищем, у которого у тебя нетит. И игра просто становится неиграбельной в этот момент. Здесь я не могу сказать, что он не прав. Я вполне осознаю, что эта проблема может присутствовать в Солнайте. Но вместе с этим я также знаю, что Диджой в Солнайте играет. И возможно я его потом спрошу об этом. И где футажи-то? Где визуальное повествование? Где можно увидеть нечестные комнаты в Солнайте? Почему я их не вижу? Почему здесь трон на протяжении всего видео? То есть ты просто, наверное, умираешь и идешь в комнату. В Ender the Gungeon эта проблема решалась тем, что все комнаты были либо огромные, либо враги далеко не сразу реагировали на тебя. А в Солнайте же все враги на тебя летят буквально мгновенно. Ну, кстати, я в Neon Abyss играл после релиза. И потом там сделали, что враги появляются не сразу. У них тоже, как в Ганже, не такой прицел появляется. И потом они там спавнятся. Потом это немножко, ну, собственно, обделили костылями, чтобы было более честно. Это крайне нечестно. Придем к главной проблеме этой игры. Это отсутствие реиграбельности. Придем его в том... Отсутствие реиграбельности не является проблемой игры. Почему? Потому что любая игра, даже рогалик, рассчитана на то, что ты увидишь то, что ты хочешь увидеть и выключишь ее. И в частности, мобильный рогалик не рассчитан на то, что ты будешь в него играть сотню часов. Это мобильный рогалик. Ты заходишь на него на 10 минут и уходишь, выходишь. Может быть, у меня какое-то плохое впечатление от мобильных игр, но мне кажется, что они не рассчитаны на часовые забеги. Что в Soul Knight, как я уже и проговорил, ты берешь два самых сильных оружия. То есть ты не пытаешься как-либо взаимодействовать с комбинациями оружия, так как в этом нет смысла. Два самых сильных оружия будут тупо сильнее. А в чем эта проблема? Ну, в Ганшине ты просто берешь два самых сильных оружия и играешь с ними. В Троне ты берешь два самых сильных оружия с поправкой на то, что они тебе подходят, и идешь с ними до конца. Разве не так оно должно работать? Ты, типа, встречаешь сильное оружие, идешь с ним. Но, типа, оружие-то разное все-таки, каждый раз. Независимо от того, какие у тебя там перки будут, ты просто будешь брать два самых сильных найденных оружия. И никакой интересности это не придает. Ну, может быть, я чего-то не знаю, может быть, там пушек совсем мало, но вместе с этим Синджей сказал, что их там очень много разнообразных, и они друг на друга хоть и похожи, но все-таки их много. Я чего-то не понимаю. Исключение составляют какие-то уникальные оружия, но они не всегда могут быть сильнее, чем какие-то... оружие среднего типа, среднего кира. Хорошо, то есть претензия на том, что разнообразия пушек мало. Что, в конце концов, у тебя все будет склоняться к тому и тому же, да? А в троне есть мета. И что? Что делает в Солнайте такого плохого факт того, что там есть сильное оружие, к которому ты будешь стремиться? Опять же, я не вижу на экране Солнайта, чтобы судить об этом. У меня только предположение. Которое просто разносит всю комнату в пух и прах, при этом тратя небольшое количество энергии. В Enter the Gungeon, хоть ты и брал самые сильные пушки, но в игре присутствовал элемент патронов. Как раз эти самые патроны не давали тебе стрелять бесконечно из одной пушки. Подожди, а разве в СК энергия не заканчивается? Разве в СК, если ты лишился всей своей энергии, а что там делать? Вот твой прошлый тезис как-то конфликтуется вот этим тезисом. Типа, что оказывается, все-таки в СК тоже ограниченные ресурсы. Тоже нужно следить за патронами, за энергией, которая хоть и универсальная, но есть. И как бы, опять же, идет сравнение. Ты про саму игру скажи что-нибудь. Почему ты говоришь не про пушки СК, а говоришь про то, какие они в троне. Говоришь про то, как там в Gungeon происходит. Но про саму игру, Soul Knight, ничего не говоришь. В чем дело? Нечего сказать о ней, что ли? Типа, где тезис-то? Где утверждение, почему СК плохая? А в Soul Knight же из-за того, что все пушки используют один тип патронов, это энергия, которая постоянно восполняется. Ты можешь идти с одной пушки до конца забега. Опять же, в ЕТГ у тебя хотя бы были какие-то... В ЕТГ ты можешь сильную пушку в начале забега получить и весь забег с ней бегать. Совсем редкие получения пикапов и патронов. Так что пушки достаточно часто могли кончаться на таких сложных забегах. Если говорить о троне, то, например, у трона... В ЕТГ с балансом вообще все плохо. Там большинство пушек, ну, такие посредственные. Такие, знаете, кроватая фраза, ну, до третьего этажа норм, потом говно. И некоторые пушки просто дико дисбалансные. Ты ее находишь и сразу же понимаешь, что у тебя все просто замечательно. Что-то в ЕТГ захотелось поиграть, если честно. Реиграбельность. Она заключается в бесконечном количестве ситуаций, которые генерируют... А сравнивать Сол Найт с троном от того, что в троне уникальная реиграбельность? Это самая реиграбельная игра, в принципе, из одиночных, в которую я наиграл больше, чем в Айзека, и... Ты пытаешься говорить, что Сол Найт плохая из-за того, что такой трон хороший? What? Да, трон лучше, чем Сол Найт, но это не делает Сол Найт плохой игрой. What the fuck? Генерирует эта игра. Игра генерирует тебя каждый раз новой и новой ситуацией, чем Сол Найт похвастаться не может. То есть каждый век трон у тебя будет уникальным. И не только в плане перков и выбранного подойти перки оружия, а не... Расслаб. С неправильно подобранными... Да, да, да. Также, все-таки, одной из других проблем Сол Найт является, хоть и комнатная генерация, но она совсем так и скудная. Комнат не так уж и много. Если в Айзеке с аддейтом добавлялось по 4. Окей, с этим я просто на 100% соглашусь. Я этому полностью верю. Я знаю эту проблему. Разнообразие комнат должно быть максимально широким. Когда их мало, это очень плохо. Когда у тебя рогалик закутан вот в такую вот маленькую комнатушку, то, да, разнообразие комнат должно быть максимально широким. 400 комнат. То есть последний патч, который был 2 года назад, принес 400 новых комнат. Это даже не дополнение. Прошу заметить. То сколько комнат в Сол Найт? Мне кажется, на весь Сол Найт 400 комнат тупо нет. Так что игра выглядит совсем скудно из забега в забег. И выучить ее достаточно просто. Если ты ее выучишь, играть будет еще скучнее. Здесь можно вспомнить курсус The Dead Gods, которая акцентирует свое внимание на геймплее. И там разнообразие комнат тоже очень скудное. Однако этого не так уж сильно заметно. Я начал это замечать где-то после 40 часов игры. Когда там был только один данж из трех, которые там сейчас есть. Что-то в курсус The Dead Gods захотелось поиграть. Так вот. Там это незаметно из-за того, что геймплей очень глубокий, очень проработанный и боевка очень интересная. В Сол Найте, думаю, боевка довольно банальная. Она, опять же, закутана в рамки квадратных одинаковых по форме комнат. Не знаю насчет там врагов, насчет разнообразия всего оружия. Мне кажется, в этом проблем никаких нет. И... Ну, типа, если комнат много, то это хорошо. Если их мало, то, ну, будет наскучивать довольно быстро. Но... Делает ли игру плохой то, что тебе быстро наступает скука в нее? Быстро наскучивает, если игра? Я не думаю, что игра становится плохой, потому что в нее становится скучно играть довольно быстро. Это не делает игру плохой. Ты можешь поиграть в игру 10 минут, а потом тебе настанет скучно. И ты выйдешь из нее. Но эта игра-то останется прежней от этого. Я не вижу проблем в том, что тебе наскучила игра. Типа, да, это рогалик. Он предназначен для того, чтобы в него играть снова и снова. Ну, опять же, я не знаю полной картины насчет разнообразия комнат. И я согласен с тем, что проблема такая 100% присутствует, что разнообразия комнат не хватает. Возможно, это обусловлено мобильностью. То есть, ну, нельзя вместить такое количество скриптов и оптимизировать в нормальный вес игры. Не знаю, может быть, техническое ограничение, может быть, лень разработчиков. Один достаточно популярный SoulNighter сказал такую неоднозначную, как по мне, вещь. Это то, что SoulNight является игрой на две недели. С одной стороны, он говорит о том, что SoulNight хорошая игра. С другой стороны, он показывает, что SoulNight является плохим врагаликом. А в чем проблема? SoulNight игра на две недели. Камон! Сколько прошло с релиза киберпанка? Смотрите, на Твиче 50 тысяч человек. Смотрит. Лига Легенд смотрит 116. Форт Найс смотрит 70. Что тут еще? Вот Among Us все еще популярен, да? А эти кого еще никто не смотрит. Дума Терна тоже. Давайте по убыванию. Warcraft 133 смотрит. Типа Dota. Вот, да, киберпанк все еще в первых там десятках находится. Но прошло буквально 3-4 дня и хайп утих. Все, кто хотел посмотреть, посмотрели. Все, многие прошли эту игру за 2-3 дня и все. Игра на две недели. Вот тебе. Самая ожидаемая игра вообще в истории. Делалось там 8 лет. 3 дня прошло, все, хайп утих. Все, никому больше не интересно. Ну, типа, кто-то играет. Кто еще не доиграл. И там даже какая-то реиграбельность действительно присутствует. Но мой тезис в том, что То, что игра на две недели не делает ее плохой. Киберпанк, кстати, мне очень даже понравился. Я не ожидал от нее такой проработки. Но на самом деле там есть претензии у меня. Например, то, как деревянно NPC двигаются и вообще Это самое, не реагируют даже ни на что. Но это уже другая тема. Тем самым рогальком на 10 часов, а не на 100. По итогу мы получаем рогалик, который пытался вроде бы взять все самое лучшее из ЕТГ. Да ничего он не пытался. Он просто хотел, блин, сделать рогалик, адаптированный на телефоны, который будет простой. Который можно будет зайти, поиграть и выйти. И ничего, это самое. В который можно будет донатить, чтобы хоть какая-то прибыль была. И они просто вдохновились троном и ЕТГ, чтобы сделать хороший рогалик на телефоны. В чем причина, в чем проблема? В чем недостаток игры игры? Объясни мне, что тут ты в штабе бегаешь, блин, в троне? Покажи ты игру, в которую, блин, которую обозреваешь. Камон! Геймплей, огромнейшее количество оружия. И что-то из трона там. Только два слота под оружие. Различные перки. Активная способность персонажа. В итоге вышло так, что разработчики ничего не поняли об обоих проектах и сделали какую-то свою штуку. И в итоге их штука оказалась плохой. Так как... Вот смотрите. Неонебис плохая игра. И я объясню почему. Но я буду смотреть, объяснять по тому, как я ее видел, когда она релизнулась. Потому что я именно в тот момент играл. Сейчас это все могут изменить уже. Во-первых, враги нечестно спавнятся. И ты... У тебя нет развития, когда ты заходишь в комнату. Ты можешь только вперед идти. Ты в узком проеме. И тебя сразу же зажимают. Либо прыгающие враги, там ты снизу. Либо летающие враги, ты сверху. Это нечестно. Это тупо. И там еще есть бэвики, которых уже можно выключать. И которые просто ничего нормального не делают. Только портят геймплей. И как разработчики с этим поступили. Ну, вы можете их выключить просто. Ладно. Но выключите слишком много. Тогда у вас прогресса не будет. Это не то, как делаются игры. Это не то, как делается идея игры. И, кроме того, там неоднородная графика. Там персонажи выглядят, и враги выглядят как из Soul Knight. У них модельки абсолютно дерьмово выглядят. Там пиксель-арт просто ужасный. Пиксель-арт именно объектов. Но задники там прорисованы настолько хорошо, что просто кажется, как будто им там не место. Задники в Neon Abyss'е прорисованы настолько качественно, настолько отлично, что кажется, что они делались вообще другими художниками, другими людьми, которые вообще не причастны к рисованию всего остального. А предметы там нарисованы. Ну, про сами предметы еще отдельный пункт. Предметы там нарисованы тоже очень хорошо. Если к визуальной части придираться, то только враги и персонажи. И если бы все выглядело одинаково, вот графика в Soul Knight'е лучше, чем графика в Neon Abyss'е. Почему? Потому что однородность графики куда важнее ее проработки и куда важнее ее глубины. Вот из-за разницы между задниками и персонажами в Soul Knight'е, его графика отвратительная. Визуальный стиль там отсутствует напряжение. Там все в кашу просто. Это плохо выглядит. Кроме того, там абсолютно все предметы, кроме, за исключением, просто нескольких. Это просто повышение статов, повышение статов. Больше бьешь в миле, больше бьешь в прыжке там. Прыжок, двойной прыжок, тряной прыжок, четверной. Полет, один полет, другой полет, восемь полетов. Предметы уникальностью не обладают вообще. Я помню только один предмет с уникальностью там, который ставит плашки на эти самые, на стены. И то он бесполезный. В общем, там есть уникальные предметы. Там их, ну, штук 15, может быть, из 400. Все остальные просто, ну, однообразные до жути. Пусть у них и текстурки разные. Тем не менее, там оружие очень интересное. Хотя, при этом ты можешь с одной пушкой просто идти, и ты постоянно просто ее прокачиваешь, и ничего интересного никакого в этом нет. Все упирается просто в статап, статап, статап. В общем, геймплей на Неонабис говно. Геймдизайн в Неонабисе говно, потому что нечестные комнаты, которые никак не проработаны. Потому что не то, чтобы сами комнаты дизайном были нечестные, а потому что вся проблема заключается в самой сути игры, в той концепции. Потому что они себя зажали в такие рамки, в которых честные комнаты просто не могут существовать в принципе. Хотя можно было бы сделать, что ты заходишь в комнату, и только через пару секунд все враги появляются, которые особенно, ну, тебя прессуют, чтобы у тебя была возможность выйти и, ну, куда-то маневрировать после этого. Это, опять же, возможно, уже исправлено. И что вот прямо вот реально меня добило насчет Неонабиса, это то, что, ну, если у вас там какая-то проблема в игре, вы просто этого бебика выключите, вот просто вот проблема выключить, вот заткнуть и все. Это не то, как делается игра, это не то, как нужно правильно решать проблему. Просто отключить, не знаю, это как вот в Хордстоуне, да, у них там проблемы с персонажами в БГ случилось. Они просто беспалево выключили этого чела с секретами и все, и нету его больше. Как бы, ну, это крайняя мера, а в Неонабисе так делали со многими вещами. И это неправильно. Это делает некомпетенцию разработчиков. Начинает вот это вот проясняться, что они сами не понимают, чего они хотели изначально, у них как будто не было идеи, они как будто вот подсосники у комьюнити, которым просто что-то не понравилось. Ну, ладно, я отошел от темы. Я сейчас просто разобрал, почему мне Неонабис не понравился и почему он плохой. И при этом, собственно, мне не понадобился какой-то футаж. Но хотя, опять же, вы же не понимаете, о чем я говорю, поэтому я и не делаю видео, потому что мне лень на самом деле. Я просто на примере описал, как нужно рассматривать игру Неонабис. Вы заметили, что я не сравнивал ее с какими-то другими играми, описывая? Это только как нужно, собственно, делать. Их украденные идеи были неправильно продуманы. Если ты воруешь идею, то, блин, член тебе в жопу. Идея не стоит ничего. Важна реализация идеи. Сам факт того, что ты сворывал идею, не делает тебя плохим. И то, что ты реализовал идею не так хорошо, как мог бы, не так, как в первоисточнике, а ты по-любому не будешь ее реализовать, как в первоисточнике, не делает игру плохой. Просто не делает. Типа, опиши, опиши эти идеи. Почему они плохие? Неправильно предоставлены игроку. Так как, опять же, перки... Неправильно предоставлены игроку, блин. Какие умные словечки. А за все видео я не увидел ни одного кадра Солнайта. Я увидел только одно веское заявление... Не, два-два. Насчет разнообразия комнат. И насчет второе... А что там уже было? Сейчас вспомним. Ладно, прямо сейчас. Вспомним. Я помню, там на фоне был палас. Небольшая защитная стена, где-то там можешь за ней укрываться. Чистим начало этажа, то есть. А, насчет спаунов, да? Проблемы сложности игры это комнаты. Комнаты, да-да-да. Спаун комнат и разнообразие комнат. Которые пытался вроде бы взять продуманные, неправильно, как, опять же, перки являются просто усилениями, которые ты выбираешь самый сильный. В этом проблем никакой нет. Как ты делаешь в троне. Да и оружие. Когда ты берешь самое сильное, но у тебя их всего два места под них. Ну и патроны, как бы, бесконечные. В чем проблема, когда ты самое сильное оружие берешь? Я не понимаю! Я не понимаю, в чем твоя проблема! Тебя бомбит от того, что тебе что-то не падало? Я не понимаю эту претензию. Практически... Может, я тупой и играю неправильные... в неправильные игры? Одинаковые. Он так много раз упомянул, что одинаковые пушки падают, что в конце концов ты останешься с... с самыми сильными, что вот всего две пушки и ты выбираешь самую сильную. И чё? И чё? Думай, когда стрелять. Хоть что-то надо в этой игре делать. Знать, когда стрелять, что у них. Это мобильная игра. Она не подразумевает какой-то мыслительный процесс. Она не подразумевает какие-то долгие тактики. Она на автоматизме должна играться, как Geometry Dash. Тоже очень хорошая мобильная игра, которая слишком расхайпленная, которая должна оставаться в пределах мобилок, потому что она очень простая и она очень хорошо подходит для этого. Soul Knight точно такая же игра. Она простая. Она не рассчитана на многослойные тактики. Ты в неё просто играешь бездумно. Она не это самое. Она не шахмат. Я всю энергию за один раз. Но это уже больше шутка, чем главная сторона игры. Правильная сторона. Ну и, как последнее слово, можно всё-таки сказать, что Soul Knight является плохой игрой. И если я вам чего-то не доказал, если вы... Ты ничего не доказал! Ты просто сказал, Soul Knight плохая игра, я буду сравнивать её с Троном и ЕТГ, но про саму игру я ничего не буду рассказывать, но при этом я буду показывать только Трон. И все, кто играет в Soul Knight говноеды, а ты не играешь в Soul Knight, ты хороший чел. Чё ты доказал-то здесь? Что? Где доказательства? Какие доказательства? Какие тезисы? Ты ничего не привёл из игры. Абсолютно никакого. Хорошо. Маленькое разнообразие комнат и нечестные спаны в комнатах. Хорошо. Только это... Это проблема всех оргаликов, не только Soul Knight. Так что к Soul Knight это прямого отношения как-то не оказывает. То есть это проблема уже жанра, это более глобальная проблема. Если ты с чем-то не согласен, то, пожалуйста, напишите об этом комментарии. Да ни с чем ты не с... Я не согласен ни с чем, потому что соглашаться не с чем. Комментарий. Я ничего не говорил о челленджах игроков. Ты вообще про игру ничего не говорил. О челленджах, которые прописаны немного в самой игре, но просто скажу, что если люди играют в игру ради челленджа, это значит, что игра не может не доставить тебе ничего интереснее, чем... Хуй не унесешь. Если человек играет ради челленджа в игру, значит, ему интересно какое-то испытание в этой игре, ему интересно ее проходить под какими-то усложнениями. Я сам делаю стриги в троне, это тоже челлендж. Делать мету в троне, это челлендж. Делать стриги в Айзеке, это челлендж. Проходить Айзека на все ачивки, это челлендж. Слово челлендж не несет в себе ничего плохого. Если ты выстраиваешь условия для своего забега, ты просто развлекаешься в игре, просто получаешь удовольствие от игры и все. Это не делает саму игру плохой. И то, что люди придумывают челленджи, потому что им скучно играть в саму игру, это проблема не игры, это проблема самой, самого игрока. Вот вчера на стриме я, почему-то на меня налетели с этими челленджами, типа, о, давай ты на харде играешь за UV, постоянно нажимаешь ПКМ, и у тебя заняться со старта. Или там, о, давай ты поиграешь там за мелдинга, и будешь с кровавым молотком. И да, это челленджи, люди играют их и в троне, и в айзеке, везде. Это нормально. В троне такие челленджи постоянно мне предлагают, просто нон-стопом. Я от них отказываю, потому что у меня у самого есть челлендж, который я, собственно, пытаюсь достичь, прохождение в котором. Это нормально. Во всех играх так делают. И это не вопрос отдельной игры. Это не касается Soul Knight'а в частности. Это вообще не касается какой-то конкретной игры. Это всегда будет, всегда будут школьники, которым хочется вот придумать что-то свое, и которые будут гордиться тем, что они придумали какое-то условие челленджа, которое играбельное. При этом даже не важно, будет ли это интересный челлендж или нет. Придуманные комьюнити челленджами. Это означает, что этот рогалик тупо нереиграбелен и единственная причина него играть. Короче, трон нереиграбельный, потому что люди придумывают на него челленджи. Я делаю турнир по трону, и это в своем роде тоже челлендж, победить другого игрока, значит он нереиграбельный. Вот, понимаете, трон настолько скучная игра, что мне, чтобы как-то питать себя интересом к этой игре, нужно устраивать по ней турниры. Вот настолько это скучная игра, что мне приходится делать в ней челлендж. Приходится вот в ней делать стрики. Скучная игра, трон, абсолютно скучная, нереиграбельная, абсолютно. Вот приходится делать челлендж, придумать какие-то дополнительные вот эпизоды, чтобы вот достигать каких-то целей, которые игрой не преднамерены. играть от челленджа. А это не должно быть плюсом и главной причиной играть в игру. Ну, это не должно быть главной причиной играть в игру, и с этим я могу согласиться. В общем, видео говно, я поставлю дизлайк. Всем спасибо за просмотр.